Салют, чуваки, с вами Кит, и чёрт возвращается! А перед тем, как мы начнём, хотелось бы передать приветствие и мою благодарность спонсорам канала. Если ты тоже хочешь попасть в этот элитный отряд, то ссылочка в описании. Решил я попробовать немножечко другую тактику, которую мне подсказали в комментах, ну, авось получится, то есть заключается она в том, чтобы по центру заблокать пехоту, а по бокам стрелков, чтобы они стреляли, типа, не в щиты, а с флангов, в общем, обстреливали, ну и вот сейчас мы её с вами посмотрим. Так, и Канилука мне советовали делать наступление, а не атаку, тогда авось ей сработает. Правда, вот чё-то... Противник на меня всё равно несёт столько в путь, ему как бы вообще наплевать, если честно. Но, несмотря на это, мы, в принципе, довольно-таки неплохо справились, то есть противник поплыл по большей части. Так что, в принципе, тактика-то неплохая, если бы времени у меня ещё было побольше, ну, чтобы я мог разместить немножечко по-другому, вернее, смог бы закомандовать кавалерией, тогда, наверное, было бы получше, чем сейчас, потому что, ну, вот, наши здесь от стрелков вражеских пострадали, но большую часть вражеской армии мы забили, как бы, так что я считаю, тактика довольно-таки неплохая. Я её видел где-то полгода назад уже в каком-то видосе, но чё-то как-то позабыл про неё. В принципе, да, тактика неплохая, надо будет отточить её, и, в принципе, она пойдёт даже на пользу. А кавалерию, наверное, кавалерию, в принципе, можно оставить, потому что я здесь набрал очень много вигилов-новобранцев, ну, то бишь, будущие катафракты, скопились они тут в моих деревнях, поэтому можно будет использовать эту кавалерию. То есть, разместим по бокам стрелков, по центру поставим пехоту, но чуть-чуть подальше и тех, и других. Вот, чтобы, ну, опять же, вражеская пехота не налетела наших стрелков, а с кавалерией я буду просто заходить сзади и тоже атаковать. Но не буду давать им команды, просто пусть за мной двигаются, в общем. По идее, должно закатить. Товарищ с очень злобной мордой отправляется к нам в плен, мы его, в принципе, сейчас и казним. Народу у меня здесь, кстати, дофигища. Вот, конелуков я, в общем, делать больше не буду. Буду делать чисто себе стрелков, ну, из тех, кто остался. А вот из опытных лучников я постараюсь делать именно арбалетчиков. В принципе, они, конечно, немного лучше лучников, но прикол состоит в том, что у них здоровенные щиты, ну, более лучшая броня, так что они в ближнем бою тоже будут полезны. Поэтому вернемся к самой начальной стратегии нашего прохождения. Делать будем арбалетчиков, нафиг этих конелуков, ну, не прет у меня с ними, хоть ты тресни. Так что оставим это дело пока как есть. Города у нас с вами, в принципе, защищены, то есть по 400 защитников в каждом городе у нас с вами наберется. Проблема в том, что в Зионике сейчас задница, полная задница с едой. То есть здесь убывает гарнизон, здесь убывает ополчение, то есть сами видите, запас еды минус 46. Просто какие-то колоссальные цифры, но это из-за огромного процветания. То бишь народу не хватает тупо еды. Что довольно-таки неприятно. Хотя казалось бы, фактов высады третьего левела, я боюсь представить, что было бы без них. Плюс ко всему, одна из деревень как бы жива, вот эта вот зиакорож что ли, хотя она очень мало приносит. Это, видимо, из-за того, что деревня только-только восстановилась после разграбления одним из товарищей, то ли северной, то ли южной империи. Но, тем не менее, уже боль у меня. А, нет, все нормально, я думал, Амитастис был типа Южной Империи, а его захватило западно, и что-то немножко не врубился. Но, раз такая плеска, давайте мы с вами пошатаемся по территориям вражеским и поищем себе будущую цель для захвата. То есть пока что у нас довольно-таки простая цель. Мы с вами будем топать и уничтожать вражеских лордов, как я вам и обещал. В этом плане ничего особо не изменилось. Но, почему бы не присмотреть себе новую цель? Допустим, Порс. Процветание, конечно, всего лишь 2000. Это довольно-таки грустно. То есть это уровень Ялмариса, по сути. Но, с другой стороны, здесь особо много еды необходимо не будет. Так что в этом как бы есть свои плюсов. О, а еды стало нужно еще больше гарнизона. Минус 7 ежедневно. То есть вы понимаете, насколько все плохо, да? И помочь-то я никак не могу с этими запасами еды, к сожалению. Ну, ладно, в общем, защитников здесь всего лишь три сотни. Сотня гарнизона. То есть остальные это будут бомжи 2-го, 3-го ранга. Что, в принципе, не серьезно. Связанные деревеньки у нас, что? Свиньи, бараны и лошади. Если я правильно понимаю. И это отлично. Это, в принципе, тоже провизия. Ну, не совсем большой приток будет, конечно. Но все равно провизия. Это хорошо. Так, что еще можно с вами подумать? Можно Амитастис захватить. Ну, то есть одно из последних западноимперских телодвижений. Правда, если мы захватим Амитастис, не будет особого большого смысла, ну, типа, остатки Западной Империи казнить. То есть прикол-то именно в том, чтобы эти территории сами к нам перешли. А этого не будет. Так, у нас здесь с вами 2 города и замок. Столько же, сколько и у Южан. Но нам как бы все равно сейчас нужно захватить условно Хертагея, Рутая, чем-нибудь такое, короче. В идеале откусить у Южной Империи, одну из изначальных территорий Западной Империи. И тогда можно будет казнить двух дам из Западной, по идее, по логике вещей. А мне это все дело должно перейти. То есть Амитастис получим. И, ну, видимо, только Амитастис, раз Ханопс сейчас захватит кто-то. Вот, опа, Прентер из Волчьих Шкур. Блин, я совсем забыл этих двух товарищей. Казнитени же могут сбежать, это же плохо. Они хоть у нас с вами и являются наемниками, но, тем не менее, довольно-таки сильно нам с вами мешают наемники. Даже больше, чем регулярные войска. Так, ну, более-менее наших ребят я расставил. Кстати, да, мы догнали чувака из Волчьих Шкур и как бы начали здесь с ним воевать. Благо он сидит в обороне, так что я смог более-менее прикинуть, где лучше отбиваться. Но из минусов, из минусов, как бы территория, ну, то бишь, карта довольно-таки посредственная и какая-то вся холмистая, извилистая. То мы видим противника, то не видим противника, ну, черте что, в общем. Так что, вот те вот чувачки на холме хорошо стоят, а вот все остальные нет. И как-то нужно вот еще загреть противника. Можно, конечно, в задницу ему зайти попробовать, но я хочу посмотреть, как наши конные лычники будут в наступлении работать. Типа, будут ли они снова врезаться в пехоту или что еще они делать будут, ну, в общем, мне пока непонятно. Ну, да, разбейте наше построение, действительно-то, чё бы и нет, придурки. В общем, сейчас понаблюдаем за кони луками, потом с кавалерией вместе начнем немножечко душить противника. То есть, ну, вроде что, тут стреляют, конечно, да, но какой-то агрессии, которая должна быть, я не вижу. Ну, ладно, пока кавалерию за собой утащим. Попробуем здесь по краям как-то прищучить противника, может, это его как-то заагрит, что ли. Нам бы это сейчас не помешало. Так, кавалерия тоже вижу нашу стену щитов разбила к чертям собачьим. Но, в принципе, ожидаемо. Кстати, мне тут говорили, типа, нажми альт и на построение наведи, типа, его будут атаковать. Но чё-то не похоже. Ну, типа, что это работает с РТС-камерой, ну, модом, который у меня стоит. Но я этого как-то не вижу пока что. Ладно, кавалеристы, отойди ты в задницу. Пойдем, лучников немножко потеребим. Так, ну, противник сагрился. Я как бы просто здесь налечу, мое дело просто наших пацанов здесь. Направить на путь истинный, если угодно. Главное, чтоб они с пехотой не пересекались. Чё они тут делают с лучниками? О, ботанский. Нет, это чувак из волчевшек, кстати, я думал, это ботанский фиана, а нет. Так, наши ребятки чё там делают вещи. Да, вроде бы стрелки неплохо наяривают противнику. Правда, противник чё-то немножко этот съехал, как мы видим. У них всё ещё 60 лучников. Какого чёрта? Мы же вроде тут перебили добротную часть. Или всё же нет? Кавалерии, ну, поубавилось значительно. Причём, ну ладно, давайте. Круги поделаем. В принципе, это тоже неплохо, потому что пехот вражеский творит фигню, и наши по ней настреливают. Те сверху, те сбоку. Ну, насчёт тех, что сбоку, я не уверен, но пацанчики сверху точно наваливают противнику. Это меня радует. Так, как-то может переставить наших пацанов, даже не знаю. Стрелки были бы более эффективны. Блин, а вон чё, в кольцо, что ли, забрались эти ребятки? В кольцо это плохо. Хотя, наши вроде всё равно справляются. Ну, стрелки, имею в виду. Наваливают по противникам. Так что это довольно неплохо. Хоть что-то может заставить этих ублюдков вырваться из своего дурацкого кольца. Так, вот они вроде двигаются. Потихоньку, помаленьку. Давайте-ка мы сейчас с кавалерией немножко отодвинемся и посмотрим, во что это выльется. Да, противники бегут на нас, хотя больше кажется, что у нас стрелков бегут на это ладо. Так, пехоту немножечко вперёд, чтобы они точно не её заагрились, а не на кого-то ещё. Так, кавалерия, вы пока-то вдохните. Мне пока для вас нет задания. Мы, в принципе, противника сагрили, сделали всё, что я хотел. Так что осталось пока что тупо ждать, как себя противник поведёт. Ага, противник решил, в принципе, снова здорово сделать, да? Так, ладно, надо, значит, лучников этих помутузить посильнее. А то они совсем оборзели. Кавалерия вперёд. Круг, правда, дебильный немножко получился, но ничего. Ооо, сколько стрелков-то завалили, ёлки-палки. Стоило их с кавалерией наедине оставить ненадолго. И всё, поплыли, ребятки. Поплыли. Кавалерия в атаку. Пехоту отодвинуть забыл. Зараза. Сейчас им придётся меситься теперь из-за этого, ну и будут, соответственно, потери. Ладно, тупняк мой. Тут, безусловно. Стрелки в атаку, давайте. Поможете хотя бы. Ну, просто у них стрелы закончились в большей части. Да, и мои новобранцы сейчас пострадают. Причём значительно. Довольно-таки. Но зато стрелки позади делают своё дело. Да, тупанул я немножечко. Я просто забыл, что у меня в пехоте зачастую новобранцы, поэтому им будет довольно некайфово в ближнем бою. О, меня ещё и прибили к чертям собачьим. Ну, не окончательно. На том спасибо, как говорится. Ладно, битва всё равно выиграна. Хоть я и потерял 20 человек по собственной тупости, безусловно. Вот, 6 эквитов. То есть потенциально 6 катафрактов. Здесь померло пехотинцы-вестераны, тяжёлый всадник, элитный катафракт. 6 новобранцев и 4 вигила ещё. Печально довольно-таки. Потеря для кавалерийского сообщества, если на то пошло. Ну, из плюсов мы поймали чувака из клана Волчих Шкур. Кстати, последний, наконец-таки, член этого клана. Они одни из самых таких назящих, если честно. Ну, из-за состава их войск с ними довольно-таки неприятно сражаться. Ну, и деревеньки они разграбляют более активно, чем другие какие-то кланы наёмников. В принципе, там-то с вами осталось его лишь казнить. Главное про это не забыть. Так что давайте-ка быстренько с этим сразу разберёмся, пока я не забыл. Отлично. Теперь, о, 200 человек из Северной Империи около замка Западной Империи. Вот, то есть, у нас есть выбор, либо сейчас ждать, или же пойти бить им морды. Ну, в общем, забыл я джать паузу, поэтому лишние пару минут болтал сам собой. Но расскажу, так сказать, ситуацию вкратце. В данный момент около 400 человек стало вот в той армии вражеской, поэтому нам сейчас с вами необходимо их потихонечку вырезать. Зачастую эта армия состоит из клана Скрытой Руки, один из членов которой сейчас с нами и сражается. Так что, как только мы с вами закончим вот с этим отрядиком, можно будет подождать, пока та армия пострадает на осаде, а потом мы их добьём. Как раз мои чувачки восстановятся, потому что пехоты-то у меня практически нет, он уже для этого боя. Что довольно-таки плачевно. Так что, как-то так. Так, противник, я так вижу, не спешит на нас нападать. Он скорее решает здесь отдохнуть, почилить. Нет, как бы я его не обвиняю, я бы сам на себя не хотел нападать. Но, ладно, раз уж так, выбора у меня особенного нет. Блин, 15 лучников, это неприятно, но бывало и хуже, если честно. Вот, прошлое будет только вспомнить, 70 человек практически было. Так что, давайте-ка мы этих ребят сейчас с вами разбомбим. И будет каефно. Надеюсь, разбомбим. Так, чё у нас здесь? Кавалерия, так, конелуки. Давайте-ка налетайте. А мы с кавалерией пойдем развлечемся. Где, кстати, эта кавалерия? А, там я ее оставил. Ну, все, пойдем по стрелкам сейчас. Быстренько им шеи намылим. А вы пока в стену щитов, кстати, пехотинцы. Все, пойдем бить стрелков, чтобы они наших не окалечили. Куда это он целится? Баран, что ли? Батанский знатный юноша, неприятный, если честно. А где моя кавалерия? С кем она там завязала разговор? Видимо, с пехотинцами какими-то или еще кем. Понятно, в общем, если честно. Не, в идеале, говорю, этих ребят здесь вот кавалерию просто оставить. Пусть она там сама развлекается с этими козлами. А она вот так встанет, как и я, и будет в ближнем бою с ними дружить. И быстренько всех этих лучников мы здесь перебьем. Ну, тех, что еще остались. 12 человек, кстати. Так, противник уже пошел в атаку. Надо не забыть отвезти немножечко наших ребят отсюда. Так, давайте-ка лучников здесь перебейте. Пожалуйста. О, а вы тут с пехотой разбираетесь. Кстати, довольно эффективно, как я вижу. Как я вижу, довольно эффективно. Давайте-ка еще на лучников здесь налетим. Это что они такие, ублюдки? Давай, 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 кавалерия. Не тушуюся, ладно. Отхажем их в атаку пока что. А сам поуправляю всем этим делом. Один из лучников даже моего кавалериста прибил. Это плохо. Зато мы прибили еще челика из скрытой руки. Это хорошо. Так, наших ребят надо бы отвезти. Не вывозят. Ну, не успевают прибить противника. Давайте-ка вот сюда, нахоп. А пехоту сюда, только в линию, пожалуйста. А то вы убежать просто не успеете. Кстати, прям за ними бегут. Неприятно. Да, часть пехотинцев, видимо, здесь пострадает. Они очень быстро бегают. Вот, чувачки из скрытой руки валят сюда. О, кузнец наш кого-то еще забить умудрился. Ну, ладно, сейчас стрелки наши встанут. Жалко, конечно, на мою пехоту. Ну, остатки ее потеряли. Но ничего. Сейчас наши стрелки встанут на позицию. А пока противник бьет наших, наши арбалетчики их как бы добьют уже окончательно. Осталось-то добивать всего ничего. Вот и все. Полегли. Все, всех отправляем в атаку и нормально. Да, потеряли парочку человек. Неприятненько. Но 4 человека не такие уж и большие потери для меня. Вы же сами знаете, как я иногда могу отлично просто отыгрывать, что аж вся армия остается на поле брани. А, ну вот то, о чем я и говорил. Армия уже 400 человек. И здесь всего лишь один полезный лорд из Северной Империи. А все остальные это скрытая рука. То есть 3 человека. Одного из скрытой руки мы с вами уже казнили. Ну и вот осталось как раз ровно еще трое. То есть когда мы закончим с этой армией, мы просто с вами вырежем целый клан наемников. Которых, кстати, осталось не так уж и много на самом деле. Их осталось здесь у нас 8 человек. Но если не считать, конечно же, наш клан, который воюет со всеми. Ну, по крайней мере, клан воюет, а королевства нет. Мы же еще помним, что осырайцы все еще, так сказать, ну не то чтобы наши друзья, но у них с нами мирное соглашение. Здесь у нас 200 защитников. По идее, по логике вещей, человек 200, они и должны отсюда унести. Что для нас будет очень-очень кстати, если честно. И если реально у них останется всего 200 человек, то эту армию можно будет без проблем прищучить, ну сразу после этой осады. Главное, чтобы не еды на это хватило, а на 20 дней, по идее, хватит. Ну и можно подождать, в принципе. Или, ооо, Говен с армией. Так, куда идет Говен? Это Южная Империя, кстати. Зионику идут осаждать. Ооо, потрясающе. Либо ждать армию Северной Империи, либо идти защищать свой город. Блин, 269 дальнобойных чуваков, 444 пехоты, потрясающе. Нет, как бы защитить Зионику без проблем. Меня... Кто-то еще подошел, что ли? Люкана. Меня беспокоит тот факт, что, как бы, Зионик это у нас сейчас с вами в упадке, сами видели. То есть гарнизон минус 5 человек в день, ополчение минус. В общем, ничего лицеприятного в этом как бы нет. И город сейчас весьма-весьма ослаблен. Я вот думаю, сможем ли мы ее защитить. И вот они в итоге идут защищать Ампреллу, вместо того, чтобы атаковать меня. Да и, в принципе, минусов я здесь особо не вижу. Ампреллу, видимо, атакуют Кузаиты. Но, типа, кто еще может желать зола добродушно Южной Империи? Ну, действительно, это Кузаиты. Это очень хорошо. То есть нас сейчас с вами атаковать итоги не будет. Мы выкроили, так сказать, себе пару дополнительных дней. И как раз можем посмотреть, что там, Зионика исправилась или нет. Ну, стало получше, безусловно. То есть, не знаю, правда, почему. Видимо, из-за уменьшившегося гарнизона, которого, сколько здесь, человек 30 где-то ушло, получается. Из Зионики. Я думаю, скоро надо будет губернатора поменять, чтобы она вышла уже в Зионику. И тогда, ну, может, там она сможет дела тоже наладить. Как было и с Ялмарисом. Кстати, глянем, наши деревни тут не этот, не разрушили к чертям собачьим? Нет. Прекратили разрушать наши деревни. Аллилуйя. Думаю, когда Ализасос восстановится, все будет отлично. Да и тем более тут Саканьон из холмов, как бы, защищает все наши территории, что довольно-таки неплохо. Нужно будет после этого сходить и нанять еще двух спутников, которые также будут держать армию и будут защищать наши деревни. А я спокойно смогу, типа, гулять по карте и уничтожать наших врагов. Единственный минус, что мы не сможем защититься разве что, ну, типа, от осады. Тут придется возвращаться. А вот маленьких таких лордиков мы, в принципе, забьем. Стоп, ты идешь. А ты куда идешь? Так, так, так. Ну, он Зионику осаждать. Окей. А вы в Ликарон. А, ну, у вас, видимо, мировая, поэтому вы здесь друг друга не топчете. Ну, видимо, осаде Зионики быть. Так что нужно быстро туда вернуться. Быстрее этих товарищей, конечно же. Набрать войска в ближайших деревнях. Ну, где успеем, конечно же. И пойти к Зионике и защищать ее. Надеюсь, здесь проход все еще остался. И мы с вами немножечко сэкономим по времени. Да. Ну что ж, перейдем тогда к осаде, если она состоится. Так, противник уже приближается. Настало время продать наши товарчики, чтобы немножечко денег поиметь. Так, с городом у нас, в принципе, все нормально. Амбар через 7 дней завершат. Правда, в амбаре хранить-то нечего особо. Еды-то у нас нету. Еще и процветание в минус. Ладно. Гарнизон-то перестал уходить. Все, гарнизон перестал уходить. Полчение появляется. Все, вопросов нет. Ну все, отдыхаем в городе. Кстати, я еще сэконеона и с холмов к себе подогнал, чтобы мы точно смогли защитить Зионику. Потому что я бы, конечно, и так этих засранцев победил. Но, сами понимаете, не хочется терять город, который так долго захватывал. Что здесь у южан? Посмотрим по войскам. О, как шедеврально. Посмотрите, сколько лордов они мне привезли. Троих-четырех убьем. И как бы все. И от Южной Империи практически ничего уже и не останется. Полагаю, здесь вряд ли. Ну, очень какие-то сильные силы остались. Зионика в осаде, это понятно. Ну и все, как бы. Ждем, когда сейчас завершится этап подготовки. И начнем защищать наш городишко. Предвкушаю, господа, что осада будет просто чудовищной. Потому что у меня всего лишь один анагр. И все. Все остальное противник снес мне своими трибюшетами, которые, кстати, остались. Блин, потрясающе. Это же Кведуки. Офигеть. Ладно, не важно. В общем, у меня нифига из осадных орудий не осталось вообще. Поэтому, кстати, может сюда куда-то пихнуть эту штуковину. Это, в общем. Вот, у противника еще осадная башня и таран. И вот это вот все. Ну, в общем, будет крайне-крайне неприятно. Понять бы еще, с какой стороны у нас будет осадная башня. Видимо, здесь. То есть, вот же две дыры, да? Где противник будет подниматься, кстати, стены довольно-таки высокие. Это радует. Так, кстати, вот. Эти стены гораздо приятнее защищать. Но они прям на уровне и широкие. И, то есть, вообще кайф. Ладно, давайте наших ребят, в общем, вот сюда. Ну, вы что? Алло. Не вниз. Наверх. Подъем. Молодцы. Сотку сюда. И туда тоже, наверное, сотку. Нет, наверное, куда-то побольше надо. Видимо, две сотки сюда поставим. То есть, противник нападет вот на одну из этих двух стен. Я, честно, не помню какую, но склоняюсь к этой. Если нам-то пошло. Вроде бы, да. Здесь он был. Так, 160. Вы вообще поместитесь сюда? Да, не считая двух человек, они поместились. Правда, закрыли с собой все дороги, все проходы. Но ладно уже. Черт бы с ними. То есть, и мне нужно куда-то встать, полагая, ну, сюда пойдем, ближе к центру. Немножко постреляю из луков противников, которые будут на нас топать. А потом начну снова сбрасывать камни где-нибудь здесь. Ну, а лучники, они уже сами как-то разберутся. Но, чтобы вы понимали... Нас сейчас менее 600 человек, потому что противник долго все строил, уничтожал, в общем. А у нас еды же нету в провинции, в провинции, в поселении. Ну, вы поняли. Поэтому гарнизоны, ополчение, все убывало и убывало и убывало. Поэтому, ну, мы в довольно-таки дерьмовом положении. Капец, светло. Как отсюда вообще можно стрелять? Вы посмотрите на этот свет. Жесть просто. Не, нет. У меня глаза просто болеть будут от такой фигни. Давайте-ка лучше повыше поднимемся, потом уже с камнями поиграемся, когда противник уже будет вот-вот на подходе. Так, думаю, будет получше. А сам поднимусь на самый верх. Ну, если получится, конечно. А, ну, получилось. Кстати, мы уже какую-то часть противников забили. Ну, это, видимо, наградить постарался. Так, где противник-то? Не особо понятно. А, вот они. Вот вы где, ребятушки. Сейчас мы вас быстренько здесь прищучим. По одному. Главное, чтобы стрел хватило. Хм, тоже как бы шучу. Теперь-то я знаю, что это бочки у нас с вами багались, поэтому были такие проблемы. Но проблема в том, что у противника-то все еще 4 требюшета. Он этими требюшетами очень неслабо может наваливать и уничтожать всех моих защитников. Кстати, а вот таранта они почти уничтожили. Это молодцы. Это хорошо придумали. Возможно, даже что-то из этого и выгорит, на самом деле. Если они уничтожат таран, то как минимум один фланг у нас с вами будет защищен. Это хорошо. Это очень хорошо. Но я думаю, есть смысл уже пойти как бы за камушком. А вот этот камушек я бы взял. О, это они попали сюда этим камнем, и он завис в воздухе. Нет, ну ладно. Прикольно, прикольно. Так, камни где? Здесь или ярусом ниже, я что-то не помню. Если честно, вроде должны быть здесь. Если память мне не изменяет. Так, точно. Но, блин, топать несколько этажей за камнем, потом несколько этажей с камнем. Как-то не очень эффективно. Но надеюсь, что я успею сломать их таран, иначе будет довольно-таки неприятненько. Мы потеряли сколько? 20 человек противники, 80 человек. Ладно, это хорошо. Где там таран? Вон таран. Это как-то к нему подобраться. А, ну вот так, в принципе, сойдет. Ба-бам! Четыре с урона нанесено. Но мне кажется, таран проломит нашу стену раньше, вернее, наши ворота раньше, чем я его уничтожу. Но слишком много бегать надо. Прям чересчур. Были бы камни на самой вершине, но для таранов, ну это же, типа, очевидная фигня. Было бы круче. Но, да, я готов поспорить, в принципе, таран сейчас прям уже пробьет ту стену. Еще до того, как я на самую крышу проберусь. Хотя, хотелось бы верить в лучшее. Так, противника мы пока месим довольно эффективно, это радует. Что там с тараном? Еще долбит, кстати. Да раз... Попасть-то я попал, а толк-то? А что это они туда прут, как будто там медом намазано? Это, конечно, не так, но все же. Ну, видимо, уже более-менее стало хорошо. А, вот же все стрелки, а я их что-то не приметил, если честно. Давайте-ка по стрелкам здесь полупим. По идее, если высчитать упреждение, то можно идеально в голову здесь попадать даже вот с такой полугой стрелой. Можно что-то да придумать. В принципе. Как-то вот так. Отлично. Ну, пока осады идут очень хорошо, на удивление. То есть, я думал, что они со своими требюшетами просто нас как свиней здесь всех перебьют. А вроде не так уж и плохо пока что получается, если на то пошло. Ладно. Как раз уж все хорошо. Давайте будем действовать, так сказать, по ситуации. Пока хилимся живем, панику не разводим. Да что это он туда-сюда с натянутой тетевой ходит? А, наконец-то выстрелил. Нифига ты даешь. Так. Ой, как идеально-то залетело прям в головушку. Хорошо, ладно. Что тут у стен? Ну, у стен все нормально. Лестницы они все так же паршиво используют, эти ребятки. А вот у меня стрелы закончились. К моему великому сожалению, надо бочку искать. А где здесь бочка, я что-то вообще не подметил. Так. Давайте поищем. Не, можно, конечно, просто колчан забрать. Но, где бочка, все равно как бы нужно знать. Потому что, ну, не буду же, я постоянно... Стоп, это... Какого хрена вы тут делаете? Ребята, южане прорвались в центре. И, как бы, вы сами видите результат, да? А, с двух сторон, что ли? Действительно. Южане прорвались. Можно кого-нибудь не из толпы, пожалуйста? Я им управлять не могу. Ну, да, они вот пробились, и никто почему-то... Ну, это, конечно, мой косяк, что никто никого не защищил. Какого черта вообще? Вот вы это видели? Ладно. Так, есть у меня свободные солдаты или нет? Нужно держать оборону, как бы. Здесь народу осталось по минимуму. Так. Так, 150 человек, вот, пятерку сделаем из вас троек. Так, господи. Господи, в 3, в 5, в пятерки. Давайте-ка сюда, 40 человек, вот. И пятерок мы разместим вот здесь. В стене щиток, само собой. Да, все пошло побалдеет из-за того, что они стены пробили, а я, как бы, никого сам не поставил. К воротам. Но обычно кто-то там всегда стоял. Кто-то всегда стоял, защищал это дело. А теперь нет, и противник просто прорвался здесь, и топчет наших пацанов вообще налегке. Что, конечно же, неприятно. Но, к сожалению, я здесь ничего сделать не могу. То есть, видите, какая тут толпень южан просто ходит у меня в городе, и бьет очень-очень больно. Как и мой персонаж сам, как бы, заметил уже. И сделать с ним ничего нельзя. То есть, пацаны на башне, пацаны сбоку, снизу, по центру, везде, в общем. Крайне неприятная ситуация, и потери слишком колоссальные. Мы, конечно, отстоим этот город, спору нет. Но такой тупняк, это жесть. Я все разочарован. Что еще могу сказать? Разочарован. Потеряли мы 160 человек. Но, с другой стороны, кормить меньше народу придется. Из плюсов, знаете. Так, ну где тут еще южане? Не считая этих на стене. А, вон они прут, просто как к себе домой. Посмотрите на этих наглецов. И в итоге нашим парням приходится от двух, типа, с двух флангов сразу оборону держать. Неприятно. Когда тебя из собственного замка выкидывают. Ладно, давайте пока у меня есть тирбалетные болты. Я немножко подсоблюсь здесь. Главное, чтобы в спину ко мне не забрался. Вот примерно, да, таким образом. А, вот он, кстати, южанин. Наглый. Хорошо. Помогаем. Опять прорвались они в какой-то дырке, потому что потери слишком большие были за раз. Еще одного катафракта прищущи лет хорошо. Но этих лордов, блин, казню к чертям собачьим. Изничтожу до атомов. Пойми еще, где эти... Где свои имперцы, где чужие имперцы. В общем, весел у фата еще. Так, ну, вроде прибили здесь. Очаг, так сказать, вражеский. По лестницам вряд ли кто-то еще захочет здесь подниматься. Но трупешников, конечно, много. Нет, желающих хоть отбавляй. На самом деле. И подниматься уже начали стрелки. Что плохо. Очень плохо. Но из плюсов я почку нашел. В общем, придется мне теперь у зионики торчать очень долго. Да, они сейчас прорвутся, и остатки моих стрелков просто полягут к чертям собачьим. Неприятненько. Прям все, прорвались. Ладно, давайте решать, как это проблема по мере их поступления. Поэтому будем чисто приходящих бить. Нет, поднявшихся. Так будет поэффективней. Так, о, наши наконец-таки вернулись. Герои войны, блин. О, тут наш один поднимается. Гонится, видимо, за этим парнем. Посмотрите за ним. Какой целеустремленный товарищ. Я удивлен, что никто его не прищучил стрелой там, еще чем-нибудь дальнобойных. Удивительно прям. Ну, в принципе, осада выиграна. Но ценой очень-очень многих жизней. Ну, на самом деле, фраза выиграна была немножечко поспешной, если честно. Противник-то еще есть. Но потихоньку он начинает уже убегать. Так, вот как бы теперь выбраться отсюда с этой дырищи, я даже не знаю. Закрыли меня здесь с какими-то обезьянами, которые толпятся. И как бы все. Короче, всем давайте действуйте самостоятельно. Ну, авось, они как-то там продавятся здесь или еще. Или, может, здесь просто сражаются с южанами, я просто не вижу. А действительно сражаются с какими-то южанами. Не вижу, правда, с какими. Ну, типа, что это за бойцы вообще? Ну, да, здесь идет битва прям в проходе. Хоть и не сильно серьезная, на самом деле, так, по мелочи. Но сражение идет. Так, еще кто-то здесь есть, видимо, из южан. А, вот где реально. Они прорвались через эту, через башню. Да дайте в него пальнуть-то, скотобазы. Уже прибили. Ну, что такое? Никакого экшона не дают мне здесь. Так, это сваливает, это сваливает. Или он, ты же точно сваливаешь? Ну, я на всякий случай контрольный, так сказать, в задницу. Ира где-то еще есть, и она наваливает по нашим. Это плохо. Понять бы еще где. Может, она лучник, может, еще кто. Так, братан, ты сваливаешь не в ту сторону. Давай-ка я тебе помогу. Так, вот, может, ты, Ира? Похожий вроде. Имперский. Ну, это, скорее всего, союзник у меня здесь, под боком. Так, ну давай, ну сдохни-то. Ну, типа, если это лордик, его точно нужно казнить. Это прям инфа сотка. Попасть бы еще по этому лордику, что скачет, он как обезьяна. Туда-сюда, обратно. Нифига себе там. Что-то я понять их не могу. Они вроде сваливают, вроде нет. Типа на трибюшетах люди еще стоят. Это враг или друг, я не понимаю. По счету посмотрим, нет, союзник. Давай, спускайся, дружок. Сейчас мы самостоятельно пойдем и все вопросы, так сказать, решим. Оказывается, остались лишь войска, которые стреляют из трибюшетов. Но, кстати, не умудряются еще какую-то часть моих солдафонов даже покалечить. Как видите, здесь довольно-таки активно идет стрельба. Поэтому придется самостоятельно решить весь этот вопрос. Пойти и уничтожить всех оставшихся солдафонов. Но, благо, они как бы особо воевать-то не торопятся, если честно. Они просто спрятают у своих дурацких трибюшетов. И, ну, как бы наваливают, да, безусловно. Но ко мне не лезут, это самое главное. Сейчас пойду еще к этому трибюшету. Тут, видимо, один лишний солдатик есть, который, ну, постоянно камни носит. И если его прибить, камненосильщика этого долбаного, то, как бы, этот последний трибюшет и стрелять-то перестанет. Так что просто подождем. Так, а где он, камненосильщик-то? Свалил куда-то, что ли, или камни из какой-то другой территории тащит? Непонятно. А, вот ты где. Да ё-моё, нафиг я его растеребил. Может, ты остановишься, брателло? О, нифига, он так полетел. Довольно-таки забавно. Ладно, короче, сейчас перестреляю всех оставшихся и посмотрим, какой в итоге у нас с вами результат. А, вот он, последний человечек. Ира, мы тебя так долго ждали. Товца ты тупая. Так тебе и надо. В итоге, 237 человек мы с вами потеряли, зато убили какого-то вражеского лордика. Это, конечно, хорошо. А, вот он. Главный атакующий, видимо, он армию собрал. Но, не суть важна. Соль в том, что потери огроменные. Итак, пленник у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть пленников у меня теперь. То есть, минус шесть лордов у наших южных друзей. Ну, и огромное количество людей, конечно, прокачалось. Это тоже плюс, но учитывая потери. Такой себе, на самом деле. Ну, и, как бы, мне придется еще очень-очень долго сидеть в Зеронике, чтобы ее гарнизон, ее ополчение восстановилось. Плюс, как бы, и моя армия тоже, чтобы восстановилась. У нас здесь все довольно-таки плохо с этим делом. На самом деле. Ну, в общем, ситуация у нас с вами довольно плачевная. Осталось здесь всего-ничего защитников. Максимум сотня наберется. Ну, после того, как все поднимутся на ноги. То есть, нам с вами придется провести очередную крупную работу в Зеронике. Ну, как бы, для ее защиты. И сейчас мне даже кажется, что моя защита была, скорее, не знаю, плохой, что ли. Ну, типа, может, боты защитились бы лучше. Я чертова знает на самом деле. Но, это все не важно. Разберемся всем этим делом уже в следующей серии. А у меня на этом все. С вами был Киит. И всем пока.